Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вслед за Владом Гантелей в нашу дорогую рубрику под названием «Никому не нужный» попадает Алик Лезгин. И вот вы знаете, вы опять-таки можете мне возразить, слушай, Данил или Данила там, или Даниил, блять, как тебя вот эти имена все и так далее, слушай. А ведь у него же есть и просмотры там, блять, и с Аризоной он сотрудничает, и вот эта вот женщина у него есть какая-то там, блять, Айдана и так далее. Слушай, а вот какого хуя? Что, блять, происходит такое вообще? Почему? Как? Ты что, блять, серьезно? Никому не нужный Алик Лезгин? Ты что, блять, ты серьезно? Опять же, опять же, ребят, в плане просмотров, да, на данный момент он кому-то нужен, и в плане сотрудничества с Аризоной он, в принципе, тоже нужен Аризоне, если быть точным. Наверное, я не могу ничего утверждать, возможно, не нужен, возможно, нужен, опять же, такой информацией я не владею. Однако, со стороны моральных принципов и духовной составляющей Алик Лезгина, вот если говорить на его языке, то он на данный момент поступил не по-пацански. Абсолютно, то есть не по-пацански. А давайте я вам объясню, в чем была суть всего дела, если вы, мало ли, не смотрели видеоролик Ангела Касада, ну, или смотрели, но как-то вот этот вот момент пропустили мимо ушей, там, отходили во время премьеры или наподобие того. Давайте я вам все поподробнее объясню. А дело в том, что Ангел Касада многих людей просил о помощи в освещении проблемы с Владом Гантелей. И вот в числе тех людей, которые он просил о помощи, был как раз-таки наш всеми любимый Алик Лезгин. Ну, возможно, кем-то не любимый, я не знаю, вот лично мне Алик Лезгин очень сильно нравится, вот эти вот, знаете, все диссы на Павло и так далее. И когда он делал какую-то андеграундную хуйню, не набирая просмотров, сейчас же он начал делать какую-то, знаете, популярную тему и на этом собирает просмотры. Но это до поры до времени, вот уж поверьте мне. Вот закончится какая-то популярная тема, или там с продвижением будет меньше вести, или там вовремя мнение не сможет поменять на какое-то получше вот ему выгодное. И вот станет абсолютно никому не нужным. Однако в данном случае он поступил реально вот не по-пацански, вот если вот так вот говорить, вот прямо чтобы он меня до конца понял. Понимаешь, Алик, вот, ну прям, ну как-то ты хуёво поступил. Так вот, в числе людей, которым писал Ангел Кассада, был как раз-таки вот этот вот самый Алик Намазов, я не знаю, настоящая это фамилия или нет. В ВКонтакте написано именно так, буду называть именно так. И вот он написал такой, слушай, а можешь ли помочь осветить всю эту ситуацию с гантелей, там, с киданием на 600 рублей и так далее. Все пруфы есть, все есть, видеоролики есть, можешь посмотреть, если не видел, и вот как-то помочь вот это вот все осветить, чтобы больше людей об этом узнали. И Алик Лезгин, как настоящий такой дагестанский пацан, настоящий такой дагестанский мужчина, он пошел и слил всю переписку Владу Гантеля. Красава. Молодец, Алик. Ну поступил реально по-дружески, ведь тебе ж до этого, понимаешь, там никто не помогал, ни Эмпайр, ни Ангел Кассада, ни в сапбоксах не было, ничего такого, там даже в закрытую коалицию ютуберов тебя не звали, Алик. Ну реально, никакого же продвижения от этих людей не было, и поэтому ты решил сменить свое мнение на более тебе выгодное. Ты серьезно, блять, серьезно, при том, что у Влада Гантеля я даже не знаю, какие он тебе пруфы-то, блять, мог предоставить на полном серьезе. То есть у нас есть такая ситуация, Влад Гантеля кинул человека на 600 рублей, там Ангел Кассада хочет, чтобы данную тему осветило как можно больше людей, пишет по данному поводу многим GTA-сам, ютуберам, в числе которых был Лезгин. Лезгин скидывает то, что написал Ангел Кассада Гантеля, и получается Влад Гантеля объясняет Алику Лезгину, почему, как бы, он кинул, конечно же, на 600 рублей, но почему, как бы, Ангел Кассада не прав, а вот Влад Гантеля прав. И Алик Лезгин прислушался, в самом деле, то есть до этого, блять, понимаешь, Алик, блять, ну ты ж Владу Гантеля был бы абсолютно не нужен, в самом деле, если бы сейчас не было вот этого вот всего переполоха и так далее, и все бы у него было охуительно, там просмотров тысяч, я не знаю, по 50, по 60 собирали у него видеоролики, ты бы был ему абсолютно не нужен, и так же вот, там, я не знаю, был вот в нашем, во всем окружении. Хоть я с тобой очень мало общался, не знаю, как ты общался, там, с другими людьми и так далее, но то, что ты был у них в сапбоксах, и они у тебя были в сапбоксах, это я тебе могу, блять, гарантировать. А вот что произошло сейчас, Алик, блять, ну ты серьезно, это ж просто какой-то пиздец, Эмпайр, по-моему, до сих пор есть в сапбоксе у Алика Лезгина, а вот Ангела Кассада там почему-то нету, вот мне непонятно. Алик Лезгин, блять, что это за хуйня, я не понимаю, ну уж, вроде бы ты-то, блять, ты-то какого хуя вообще, я не понимаю, сделал такой поступок, уж от кого, от кого, блять, это можно было, блять, ожидать, но от тебя, серьезно, тебе же доверяли, блять, ну что ты, что ты, блять, такое делаешь, тебе просто человек доверял, блять, а ты взял, блять, воспользовался этим доверием для того, чтобы подлизаться к чуваку, который более популярен. Ты серьезно, блять, ты на полном серьезе это сделал, тебе, блять, самому-то не стыдно после такого, ебать, ну серьезно, пиздец, чел, тебе не кажется, что, ну какую-то хуйню ты делаешь, вот в самом деле, вот если вот так вот посмотреть на твои поступки, на твои действия и так далее, но что-то ты, блять, сделал какую-то хуйню, я не знаю, что Влад Гантеля тебе мог сказать и так далее, но ты мог переспросить у Ангела Кассада там и так далее, ты ж ничего не стал сделать, ты просто спокойно, со спокойной душой, блядь, слил вот эту вот переписку, которая предназначилась только тебе, которая была личная, Владу Гантеля. Зачем? Какой в этом был смысл? Я не понимаю, какой тебе-то, хотя нет, уже понятно, какой тебе от этого резон, но ты серьезно? Зачем? То есть, блядь, я просто, у меня в голове такое не укладывается, блядь, вот так близко они, я-то всегда знал, что как Брулев, я как Брулев, я всегда знал, что Али Клесген, вы знаете, он ничем не отличается от вот этих вот всех пидорасов из большого GTA Sam, из медийного вот этого большого GTA Sam YouTube, что нам-то, челяди, вот этому нижнему интернету андеграунду, особенно мне. Но, блядь, мы всегда знали, что ты относишься к этим людям, и вернее, не мы, а я всегда знал, и что при любой удобной ситуации ты так сделаешь, но почему-то люди тебе доверяли. И вот что получилось по итогу. Как такое возможно, я не понимаю. И вот именно поэтому Алик Клесген никому не нужен. Да, пока что у него есть просмотры, пока что с ним сотрудничает Аризона, но я думаю, что в скором времени, это время, оно не заставит себя долго ждать, все изменится. И тогда я сниму уже вторую часть по поводу Алика Клесгена, когда у него уже будет мало просмотров, малый там прирост подписчиков, контракт с Аризоной, либо его уже не будет, либо он будет на какой-то так вот ветхо очень держаться, только потому, что вы очень долго сотрудничаете с Аризоной и так далее. Я дождусь этого момента и сделаю такой ролик. Все спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok